Про Бакиханова вы писали, есть у вас книга? Там. Что вы о нем писали тогда? Советские годы, да, писали о нем? Да, нет, это не имеет значения. Бакиханов и в советское время, я же защитил докторский в 1972 году, а это же было в советское время. Вы историк, да, по образованию? Нет, по образованию я философ. А написали вы историка. Я окончил философское отделение исторического факультета. Тогда это отделение было при историческом факультете. И он в 1949 году окончил, в 1954 году. И Бакиханов какого, какими вы представили в книге? Да, я исследовал философские проблемы естественного знания. А я его как астронома, как естественника. Он был, между прочим, мы знаем, что он был историком, он был поэтом, он был... Всесторонно развитым? Да, да. Всесторонно развитым человеком. Он был астрономом, написал книгу. И потом на арабском языке описывает он весь, как путешествие Колумба в Америку и так далее. И, между прочим, была такая книга, путешествие Колумба, это книгу Мерзофа Талиахундов. Прочел за шесть дней. Бакиханов, это одна глава моей докторской диссертации. Бакиханов, одна глава, это Мерзофа Талиахундов. Потом одна глава, мы, Касанбек, Мерзофа Талиахундов. А в 20 веке я посвятил целостную, очень большую главу. И там Гусейн Джавид, и там Мухаммед Хадид. Ну, со стороны смотришь, он поет. А внутри выникаешь, и видишь, что он настоящий философ. Цветки философии. Цветки? Цветки философии, так и по-русски называется. Кто написал? Этот Мухаммед Хадид. У него есть Эльба Абдана, Хаггиберназад. Истинный взгляд на светские науки. Это же не поэтические, а естественно-научные. То есть они и науки. Гусейн Джавид тоже. Он и философ, он и поэт, он и историк философии. Он знал и Канта, других философов, учился в Турции.